Ну, как дела? Отсидел? Переболел? Приветствуют друг друга невероятные граждане Беларуси в новом 2021 году. Так шутят беларусы. А теперь поговорим серьезно. С вами вновь Human Constant. И мы расскажем вам про ограничения для заключенных в Беларуси, связанные вроде как с коронавирусом. В январе 2021 года руководство изоляторов на Окрестино и Вжодино объявили о запрете на прием передач для административно арестованных. Согласно официальной версии, решение принято в целях обеспечения безопасности и уменьшения рисков, связанных с распространением на территории Беларусь COVID-19. Почему ограничивать передачи для арестованных незаконно? Право на получение передачи предусмотрено статьей 18.7 Административного кодекса. Есть правила внутреннего распорядка, предусматривающие ограниченный перечень случаев, при которых передачи не принимаются или возвращаются. Никакие другие решения не могут ухудшать положение административно арестованных, что и прописано в процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях. Почему ограничивать передачи для арестованных необоснованно? Логика между ограничением передач и распространением инфекции в стране отсутствует. Кроме того, в центрах содержания не принимаются никакие другие меры по противодействию заболеванию людей. Камеры переполнены, средства индивидуальной защиты не выдаются. В процессе отбивания наказания людей перемещают из камеры в камеру. Отсутствует публичная информация о том, что внутри учреждений проводится тестирование с целью выявления людей с COVID-19 и предотвращение распространения заболевания. Почему ограничивать передачи для арестованных негуманно? Особенно жестоко это выглядит на фоне продолжающихся заморозков, когда люди не могут получить теплую одежду и необходимые витамины. Отсутствие сменной одежды и средств гигиены создает антисанитарные условия, что способствует росту заболеваемости, включая COVID-19. К тому же в камерах, откровенно говоря, холодно. В некоторых даже разбитые стекла в окнах. Таким образом, запрет передач, наоборот, может способствовать росту заболеваемости. Так как в учреждениях не предоставляется питьевая вода, то запрет непередачи полностью лишает людей доступа к безопасной питьевой воде, в то время как теплая вода является базовой необходимостью для заразившихся. Все это создает жестокие и бесчеловечные условия и противоречит статье 25 Конституции Республики Беларусь и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания, к которой, к слову, Беларусь присоединилась. В конечном итоге это грозит безопасности жизни людей. Понятно, что это делается для устрашения и мести активистам и неравнодушным гражданам, которых и заключают в тюрьмы по надуманным статьям. Из последних новостей. Как реакция на беспредел властей, 28 января была создана петиция под названием «Вернем передачи административно арестованным» с требованием отменить запрет на прием передач и провести проверку законности такого ограничения. Петиция собрала более 16 тысяч подписей неравнодушных беларусов. На сегодня это одна из самых массовых петиций беларусской солидарности. 4 февраля обращение было отправлено в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь и Министерства внутренних дел. И, вероятно, не зря уже начали принимать передачи на Крестина, а с 17 февраля обещают вернуть возможность получения передач политзаключенным в Жодино. Посмотрим, как надолго. Мы продолжим информировать вас о ситуации в Беларуси. В стране, правительство которой официально признает эпидемию коронавируса, только когда ему это выгодно. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok